МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Бюджет – некредитная организация. Что делать с неплательщиками в республиканскую казну, решали на совещании. Вакантная должность. Кто возглавит госсовет, обсуждали на парт-конференции «Единой России». Читать непременно. Как приохотить детей к чтению, предлагали на всероссийском слете. Российская итальянская группа, созданная по поручению президента страны, продолжает свою работу. В Чувашии находится руководитель группы компании уничиана Стефана Бандеки. Он планирует начать в республике производство десертов на основе молока. Конкретные пункты инвестиционного проекта обсудили накануне глава Чувашия Михаил Игнатьев и Стефана Бандеки. Это не первый визит Стефана Бандеки в Чувашию. После знакомства с экономическим потенциалом республики он приехал уже с конкретными предложениями. Этот раз мы приехали уже, скажем так, надеемся на конкретный проект, потому что предварительно мы уже обсудили все условия по заключению этой сделки по поводу оплаты и по поводу собственности имущества и земли. И это подходит нам. Помню о своих планах, о том, что я хотела приобрести землю. Но, скажем так, появился такой случай, что нам предложили это помещение, которое соответствует тем запросам, которые нам нужны. Еще одно направление, которое планирует развивать в Чувашии итальянский бизнесмен – создание банка семян. Есть банк семян. Это примерно 80% от всего объема типов овощей и фруктов. И это 200 типов различных видов семян. Для нас это очень интересно, потому что в Российской Федерации с учетом продержанных санкций сегодня даже финансовая и государственная поддержка идет на создание селекционных семенных центров. Они будут не в каждом регионе, они будут мегарегиональные. Вот по Олжи может быть, по Зерновым – это один селекционный центр. На создание с федерального бюджета деньги получаем, соответственно. Мы с региональным бюджетом выводили бы. Вот здесь тема очень интересная. Глава Чувашии выразил заинтересованность в развитии подобных инвестиционных проектов в республике, а также выразил готовность помогать итальянским бизнесменам в реализации их идей и проектов в Чувашии. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика. Сегодня в Чебоксарах прошел второй этап конференции Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия». Делегаты конференции подвели итоги избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы России 7-го созыва и Государственного совета Чувашии 6-го созыва. На конференции подчеркнули, что выборы 18 сентября прошли в Чувашии на высоком уровне. После подсчета всех голосов партия «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы России получила более 50% голосов. Кандидаты от «Единой России» в Госсовет получили 100% поддержку в одномандатных округах. По партийным спискам «Единая Россия» получила 14 мандатов. В итоге из 44 депутатов 36 будут представлять партию. Это позволяет нам создать работоспособную высокопрофессиональную фракцию и в единой команде с главой республики и правительством Чувашии продолжить созидательную работу в интересах развития республики и на благо жителей Чувашии. Сразу после выборов депутаты ставят перед собой амбициозные задачи. Предстоит работать над реализацией предвыборной программы «Чувашия. Регион комфортного проживания». В преддверии выборов было проведено 15 тысяч встреч, собрано 50 тысяч предложений. Выборы прошли. Это лишь только инструмент согласно действующего законодательства избраться и депутатам Государственного Думы, и Государственный Совет Чувашии. Впереди ответственная, серьезная работа. В течение 5 лет мы со своими избирателями должны работать и разрешать и решать все те вопросы, которые их волнуют. Конференция также рассмотрела кандидатуру председателя Государственного Совета Чувашии. Большинством голосов фракции «Единая Россия» в парламенте предложила выбрать спикером Валерия Филимонова. Взыскание долгов по арендной плате за пользование землей и муниципальным имуществом стало темой очередного совещания с главами администрации муниципальных районов и городских округов. Немалый доход поступает в республиканский бюджет в ходе народной инвентаризации. В течение двух лет было выявлено и оформлено 1117 земельных участков. Еще 486 остаются пока вне правового поля. Основная наша задача, конечно же, навести порядок и, соответственно, получить доходы от того, что мы эти невостребованные земельные доли регистрируем. От освоения невостребованных земельных долей мы получили с вами 45 миллионов рублей. Это реальные доходы, которые мы с вами имеем. Но этот показатель, если в целом по республике говорить, всего лишь 37%. Здесь еще большой пласт работы. На сегодняшний день долги по арендной плате за пользование землей и муниципальным имуществом в республике составили более 392 миллионов рублей. Возглавляют список должников города Чебоксары, Новочебоксарск и Канаш. Сумма немалая. Тем не менее, необходимо искать способы решения этой проблемы всеми возможными способами. Нужно внедрять практику расторжения договоров, имеющих задолженность по аренде. В Цивильском районе они отработали именно в таком ракурсе, что помимо взыскания задолженности они отработали вопрос по расторжению договоров. Второй пласт в этой работе – это ваше право выходить с исками о признании таких арендаторов банкротами. Вот, к сожалению, в этом ракурсе нам нужно подтянуться. Это, по-другому говоря, народное добро. Когда мы это открыто будем говорить, выявлять сами внутри, соответственно, наводить порядок, авторитету власти всегда будет выше. Радион Архипов, Олег Якимов, Республика. Национальная телерадиокомпания «Чуваша» и «Сбербанк» и диджитал-агентство «Аплаб» продолжают образовательную программу для бизнеса. Участники семинаров уже узнали о тенденциях современного маркетинга и основах планирования рекламных компаний. Следующие занятия помогут разобраться с набором персонала и узнать, почему продавцы убивают бизнес, понять, как грамотно выстроить бизнес-процессы на предприятии и увеличить свои продажи. Принять участие в семинарах может любой желающий. Занятия проходят каждую среду с 10 до 12 часов в Центре развития бизнеса «Сбербанка» по адресу улица Карла Маркса, 22, второй этаж. Управление Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области разыскивает Сергей Шмагина, 2012 года рождения. Предположительно, он может быть вывезен из региона его отцом Василием Павловичем Лысюком, которому по решению суда был определен порядок общения с сыном. Однако он проигнорировал решение суда, вывез ребенка за пределы Магаданской области. Сейчас его местонахождение неизвестно. Следственное управление Следственного комитета по Магаданской области возбудило уголовное дело. По версии следователей, мужчина с ребенком может находиться в любом регионе России и, вероятнее всего, они передвигаются автостопом. Всех, кто обладает информацией, просят сообщить по телефонам, которые вы видите на экранах. Код города 8-4132-649-678-654-170-7-914-851-60-97. Читать непременно. Столица Чувашии на несколько дней стала большой литературной гостиной для любителей чтения. Всероссийский слет юных книгачеев и молодых библиотекарей проводится впервые. О книгах и их читателях в нашем следующем сюжете. Книга – это собеседник, лучший друг и учитель. Она – своеобразное окно в новый мир. И с этим миром нужно знакомить как можно больше людей. Так считают участники съезда. Детский писатель Юрий Кузнецов – продолжатель селены Александра Волкова. За новыми приключениями Эли и ее друзей следит уже новое поколение. Главное – это активность. Нас приглашают в школы, в библиотеки, на фестивали, на семинары. Несомненно, стали читать меньше, поскольку все-таки отвлекает на себя и телевидение довольно много интересных программ, и гаджеты, телефоны, где полно всяких игр. Но это все, на мой взгляд, несколько ленивый процесс. Лежишь, смотришь, отошел, вернулся назад. А та книжка, она все-таки развивает внимательность, развивает мышление. То есть усидчивость опять-таки развивает. Участники слета говорят, в библиотеки все-таки ходят и книги читают. Причем абонентов в детских гораздо больше. В Чебоксары приехали юные книгачи со всей страны – около 80 участников. Для меня книга – это все. Я, когда ее читаю, у меня прям представляются эти сюжеты разные. Чем чаще я читаю, читаю, тем лучше у меня развивается память. Последнюю книгу я прочитала Шекспира, Ромео и Джульетта. Творческие мастер-классы – неотъемлемая часть программы. Снять кино по произведению, нарисовать комиксы и сыграть в КВН – скучать не приходится. Связующее звено между автором и читателем – библиотекарь. Как привлечь больше посетителей, какие современные методики необходимо внедрять и какие программы реализовывать. Обо всем этом говорили участники форума. В нашей республике, кстати, вот с чтением книг, с посещением библиотека ситуация довольно-таки хорошая, я бы сказала, потому что и новых читателей достаточно много приходит в библиотеки, и нас не покидают наши старые, так сказать, в кавычках, читатели. Цель этого проекта, я и говорю, что это, в первую очередь, продвижение чтения, популяризация детского, юношеского, молодежного чтения и привлечение детей в библиотеку, а молодежи, может быть, в библиотечной профессии тоже. Потому что, да, библиотечная профессия, она очень интересная на самом деле, и хотелось бы, чтобы приходили увлеченные люди сюда тоже. Этот слет – объединяющая площадка для тех, кто любит книгу. Организаторы уверены, только совместными усилиями можно популяризировать культуру чтения и прививать ее подрастающему поколению. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Сегодня Всемирный день туризма. Первое в мире туристическое агентство открыл проповедник Томас Кук, надеясь, что организованные поездки отвлекут его соотечественников от пьянства. За 175 лет развитие отрасли стало совершенно очевидно. Путешествия не только отличная альтернатива вредным привычкам, но и прекрасный способ расширить кругозор, укрепить здоровье и набраться положительных эмоций. В России огромное количество территорий, привлекательных в точке зрения туризма. Одна из них – наша республика. Какие перспективы у туристической отрасли Чуваши, смотрите в нашем сюжете. Чуваши, как и все остальные регионы, давно обзавелась собственными брендами, с которыми путешественники знакомы давно – «Волга», «Вышивка», «Пиво». Однако сейчас туристам предлагают их в новые упаковки. Природные ресурсы идут в комплекте с инфраструктурой. Изделия ремесленников стали более утилитарными, а перерабатывающая промышленность готова предложить богатый ассортимент экологически чистых и оригинальных продуктов. Сегодня в развитие туристической отрасли вкладываются немалые государственные внебюджетные средства. Одновременно реализуются несколько крупных проектов. Этническая Чуваши, Амазония, реконструкция московской набережной города Чебоксары. Появляются новые туристические маршруты. Подтверждение можно найти в совместном проекте национального телевидения Чуваши и гостелерадиокомпании Чуваши. Серия очерков о районах республики превратилась в живой путеводитель по городам и весям. Что там туристы? Мы сами, живущие здесь журналисты, узнали много нового и интересного. Борис Годунов очень быстро смог расправиться с зачинщиками восстаний. Он был главный претендент на российский престол и около 500 человек. Среди них богатые люди, бояре, дворяне, князья. Среди них были даже родственники, приближенные Ивана Грозного. Были сосланы необжидые пресурские пустоши на самую окраину российского государства. Особое внимание в последнее время уделяется развитию образовательного туризма, в первую очередь детского. Межрегиональный проект «Живые уроки», к которому Чувашия подключилась в этом году, уже приобрел популярность. В рамках «Живых уроков» ребятам интересно все осваивать самим. Вот это слово «самостоятельность», это ключевое слово, когда ребята посещают музеи, когда они выезжают на производственные практики, когда они путешествуют по республике или выезжают в другие города страны. И наша задача педагогическая, теоретические знания сделать более практическими. Мы понимаем, что это становится их личным образованием, и знания присваиваются намного лучше, чем бы учитель вышел и рассказал, и передал какую-либо информацию. Сегодня в туристической отрасли заняты тысячи работников. Здесь большое поле деятельности для частных инвесторов. И главное – для фантазии. Детство – самый беззаботный период в жизни каждого человека. И чем старше он, тем ценнее для него воспоминания. И важное место в них занимает первый воспитатель. Именно он становится для ребенка путеводной звездой, примером для подражания. Недаром их называют вторыми родителями. Сегодняшний день, 27 сентября. Хороший повод поздравить своих первых наставников с профессиональным праздником. Столичный детский сад номер 122 специализируется на познавательно-речевом развитии детей. Больше 400 малышей разного возраста познают мир вместе с профессиональными педагогами. Занятия спортом, музыкой, упражнения с логопедом и психологом приносит свои плоды. Пройдя все этапы дошкольного воспитания, ребенок становится уверенным в себе. Он полностью выходит готовый к школе. Самостоятелен. Развиты у него познавательные процессы. Психологически он уже подготовлен к школе. Многие детки уже достаточно хорошо умеют и считать, и знакомы и с буквами, и с звуками. Могут строить предложения, сочинять рассказы. Татьяна Смолина четверть века работает воспитателем. По ее мнению, за это время изменилось многое. А главное, изменились сами дети. Они стали более целеустремленными, быстрее схватывают информацию. Она убеждена, что все дети одаренные, а главная задача воспитателя – найти каждому свой ключик. Вот я стараюсь эту одаренность развить. Тема, которой я работаю уже на протяжении многих лет, это развитие математических способностей у наших детей-дошкольников через игровую деятельность. День воспитателя стали отмечать совсем недавно. А основой его стало историческое событие 19 века. В 1863 году в стране был открыт первый детский сад. Современные дошкольные учреждения уже мало напоминают своих прародителей. Неизменным осталась любовь воспитателей к детям. Если человек любит детей, он отдает всю свою душу. Он терпелив, он вкладывает все свои знания, все умения каждого ребеночка. И я желаю всем воспитателям в этот день оставаться такими же душевными, солнечными, радостными. Всем молодым педагогам, которые учатся или думают, поступать и получить эту профессию, приходите в детский сад. С детьми очень весело и интересно. Это работа творческая. И не только детей мы развиваем, но и сами развиваемся. Ко дню дошкольного работника наши коллеги устроили опрос, за что мы любим своих воспитателей. Наверняка у каждого найдется, что вспомнить. Для этого необходимо зайти на страничку ВКонтакте Таван Радио и оставить свой комментарий. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика. Управлять огромным заводом в 12 лет. В передаче «День перемен» возможно и такое. В нашем реалити-шоу взрослые дети меняются ролями. Сразу после выпуска новостей смотрите, как шестиклассница Даша ищет новых заказчиков для металлопроизводства, знакомится с вороном, который поселился на заводе и тратит мамины деньги. А директор Ольга отправляется в школу, делит четырехзначные числа столбиком, играет в пионербол и снова учится держать кисточку в руках. Наши новости и программы вы можете смотреть также на нашем сайте ntrk21.ru У меня же на этом все. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире Национального телевидения Чуваши. Субтитры создавал DimaTorzok